Дагестан, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Псков География дальнобойного протеста широкая, форматы разные Машины выстраиваются в колонны на обочинах или передвигаются с минимальной скоростью, создавая пробки А где-то десятки водителей перекрывают движение, безостановочно переходя дорогу по зебре А почему мы должны уходить отсюда? Это наша дорога, за которую мы боремся Особо активных задерживают, штрафуют, но на протестной карте на сайте «Антиплатон» появляются все новые значки и новые анонсы будущих акций В Иванове больше груза показали себя и свое отношение к «Платону» 11 ноября Колонна на Лежневской улице, около 50 машин Возмущены не столько стоимостью километра, даже пониженной до рубля 53 копеек Сколько самим взиманием этой платы Ведь затраты на ремонт и содержание дорог заложены в акцизе на бензин На те же цели идет транспортный налог Мы же все равно за дороги платим За КАМАЗ берут за дороги 8 тысяч И я еще должен заплатить за дороги Получается так? И все же Федор Новиков пришел платить, иначе штрафы Сегодня в Ивановском офисе «Платона» тихо, ажиотажа больше нет Шумной была прошлая неделя, когда система висла, платежи не проходили Операторы не исправлялись с потоком посетителей Все это подогревало возмущение Много агрессии, очень много негатива Но стараемся объяснять, стараемся тем, кто что-то недопонял, рассказывать и показывать А очень многие люди просто не понимают То есть их накручивают, идет ситуация Дальнобойщики из Узбекистана говорят Обсуждать законы другого государства им не ссылки Но удивляются жесткой привязке к заранее составленному маршруту Так даже пробку не объехать без штрафа А еще бестолковости старта новой системы Из-за которой у некоторых сорвались рейсы Лично у меня, например, были загрузки Вот и на 15-е, на 16-е и 17-го числа были загрузки Но так как была какая-то непонятка Там вот столько было проблем Когда я первый раз пошел, там было очень много людей Я не смог решить свой вопрос Я отказался от загрузки И вот с тех пор, теперь больше загрузки нет И я стою, застрял Всем стою? Из-за этого Ивановские дальнобойщики и представители транспортных компаний По крайней мере в офисе Платона К разговорам со СМИ склонны не были Делились мыслями разве что за кадром Оплата пути авансом Еще не съездил, не получил за доставку Но деньги государству уже отдай Это тяжело небольшим фирмам Индивидуальным предпринимателям Но не крупным игрокам на рынке перевозок Или транспортным компаниям при федеральных торговых сетях Потому именно представители малого бизнеса в этой сфере И выводят фуры на акции В Иванове протест обернулся в красное знамя Коммунисты подали заявку в администрацию на проведение митинга Ожидают до 800 человек Татьяна Прокопенко, Виктор Иванов, программа «Губерния»